Под Омском обнаружили несанкционированную свалку. Мусор наблюдают и ощущают запахи, идущие от него жители деревни Мирная долина Азовского района. Вот эксперты Министерству природы Омской области, судя по письму, подписанному губернатором незаконного полигона не обнаружили. Однако в суд на администрацию района, допустившего нарушение природоохранного законодательства, все-таки подали и продолжит Ольга Качкурова. Свалка не убирается месяцами. Она растет. Мало того, что на дорогу летом она горит. Дышать в деревне нечем. Так ситуацию с несанкционированной свалкой в километре от своего дома описывает жительница деревни символичным названием Мирная долина Лариса Комышева. По ее словам, мусор здесь сваливают почти 10 лет. Начиналось все с маленькой кучи отходов в лесу. И всего за три года образовался мини-полигон. С того момента жители и ведут активную переписку с чиновниками. Ответы нам приходили самые неожиданные для нас. В том плане, что оказывается свалки уже нет. Свалка уже убрана и так далее. Но свалка существует. Не сумев самостоятельно разобраться в чиновничьих отписках, жители деревни обратились к активистам УНФ. Но яснее ситуация не стала. Написали письма в Росприроднадзор, природоохранную прокуратуру, губернатор Омской области. На что мы получили замечательный ответ. По результатам рейда Министерства природных ресурсов, свалки в этом месте не обнаружены. Подписал Виктор Иванович Назаров. Вот этот документ. От 30 марта 2017 года. За подписью губернатора. Представители районной администрации отрицать очевидного факта не стали. И даже к приезду общественников и журналистов пригнали трактор, чтобы сгребсти мусор подальше от дороги. Пока еще недостаточно финансирования для того, чтобы можно было навести порядок. На те средства, что выделяется, мы можем только единственно периодически брать трактор, чтобы хотя бы сгребать. Чтобы полностью рекультивировать свалку под Мирной долиной, нужно почти 4 миллиона. Но в местном бюджете нашлось только 55 тысяч. Руководство района видит один выход. Ждать субсидий из регионального бюджета. Для этого муниципальному образованию нужно попасть в соответствующую региональную программу. Свои расчеты в Министерство природы азовские чиновники предоставили. В то самое ведомство, которое существование этой свалки, судя по документу, подписанному главой области, отрицает. От 21 февраля 2017 года были обращения от людей о том, что на территории существуют нефункционированные свалки. Информация была проверена специалистами Министерства. Были проведены рейдовые мероприятия, в ходе которых места свалок не выявлены. Но мы не исключаем того, что сейчас из-за такого резкого потепления снег мог сойти и мог появиться какой-то мусор. То есть могла образоваться снова свалка. В Минприроде отметили, что если жители обратятся еще раз, то специалисты ведомства готовы выехать на место повторно и принять меры. Опять же, если мусор они все-таки заметят. Ольга Качкрова, Сергей Степанишин. Новости здесь, Омск.